В сериале «Основание осман» между первыми главными лицами османской государственности, османом Газе и Дюндарбеем, его родным дядей, братом Иртугрула, сразу возникло противостояние. Собственно, как нам и показывают в сериале «Основание османа». Дюндар был опытным бойцом, прошедшим суровую школу лишений, тогда как осману приписывают едва ли не мажорство, как сказали бы сейчас. Несмотря на внешне угрожающую и устрашающую фигуру по описанию, осман Газе был человеком покладистым и, по заверениям единичных достоверных источников, даже мягким, не жестким. Историки готовы утверждать, что он был обходителен с женщинами и любил животных. Осман был требовательным к образованию молодых и рационально мыслил в эпоху войн и междоусобиц. Он часто говорил о том, что нельзя пускать в бой людей со знаниями и опытом управления, не подготовив им резерва для мирного времени. Ибо если будут и погибать молодые, и поднимать страну, тоже малоопытные и молодые, то ничего не выйдет. Каждый из народа обязан был знать свою историю, чтобы единая идея была нерушимой и не искажалась каждое поколение. Прибывали ли первые османские полководцы и правители Джахилии, в том числе и осман Гази? Термин этот можно свести к понятию доисламского бездуховного мира, безупорядоченной у части жителей Евразии структуры единобожия. На этот вопрос Ахмед Шемшергиль почти всегда отвечает твердо и уверенно. Нет ни единого источника, заслуживающего доверия, которое это донес бы в неискаженной форме до нас. По словам историка, история Османской империи первых столетий настолько изобилует фальсификациями, что порой трудно разобраться в противоречивых справках даже проверенных современников-правителей. В то же время ряд косвенных признаков указывает на то, что и осман Гази понимал исламскую доктрину и его окружение, где были даже алимы, исламские богословы. Поэзия и уклад османской жизни с первого и до последнего правителя пропитаны исламским порядком. У алима в той поры, как и у современных, была святая обязанность просчитывать свои ответы и решения, понимать и разъяснять их последствия. Осман Гази принимал решения только при непосредственном участии и советах духовных лиц, опытных и мудрых бойцов, а также старейшим. На тот период, можно сказать, приходится первичная османская демократия. Любой мог вносить свои предложения через духовных лиц и военачальников, так как это была уже первичная и упорядоченная структура с элементами субординации. Источником конфликта Дюндара с османом являлось то, что молодой и малоопытный осман занял, по мнению своего родного дяди, слишком высокое положение. Он начинает игнорировать указы османа, которые не были мальчишеской фантазией, а являлись обсужденными сулемами решениями. Основная часть историков указывает на факт убийства Дюндара племянником османом из Лука. Но есть некоторые справки о том, что Дюндар попросту покончил с собой. Кстати, на тот момент Дюндару было уже порядка 90 лет. Возможно, Дюндар воспользовался для этого стрелой, демонстративно вонзив ее себе в грудь. В пользу этой версии говорит то, что Дюндар боялся за своих детей, которые тоже могли бы стать жертвой нового, жестокого и беспощадного порядка. Зарождалось настоящее государство, которому впоследствии предстояло стать одной из самых значимых страниц в мировой истории.